Во Львовской области работника ЦК ударили тяжелым предметом по голове, он в больнице ТАИ. В городе Яоров Львовской области в понедельник, 17 июня, напали на работника ЦК, когда он сопровождал военнообязанного на прохождение, в Киево ударили тяжелым тупым предметом по голове. Об этом сообщает видео новости Украина со ссылкой на фасебуса Львовского областного ЦК из ПЭП в ЦК рассказали, что солдат Юри в конце марта 2022 получил травмы. Во время исполнения обязанностей на линии фронта в Николаевской области у него осколочные ранения, ожоги лица и частичная потеря слуха, поэтому военного перевели на службу в РЦК из полгорода Яварова. 17 июня 2024 года он, выполняя свои служебные обязанности, сопровождал военнообязанного гражданина на прохождение военно-врачебной комиссии, однако на одной из улиц на него напали и ударили тяжелым тупым предметом по голове. Говорится в сообщении, военный получил закрытую черепно-мозговую травму, сейчас он находится в больнице. Закрытая черепно-мозговая травма, такой врачебный вывод написали в документе, выданном солдату Юрию сегодня. Эту травму он получил при исполнении своих служебных обязанностей в Яварове. В марте 2022 года его пытались убить россияне. В июне 2024 года он пострадал уже от своих украинцев. Земляков отметили в ЦК. Деинциденты с работниками ЦК. Напомним, недавно в населенном пункте Книжковка Хмельницкой области мужчина с ножом напал на работника ЦК. Во время проверки документов. Его задержали, продолжаются следственные действия. В Киеве, вблизи станции метро Демеевская, во время проверки документов произошла драка между гражданскими и военнослужащими. В столичном территориальном центре комплектования было начато служебное расследование, а в Херсоне женщина напала на полицейского и укусила его. Правоохранитель вместе с ЦК хотел проверить документы ее сына.